Когда бабушки и дедушки не доживают до своего единственного жилья, когда люди на северах, в дальних регионах нашей страны, все, что они заработали за жизнь, тратят на то, чтобы купить квартиры дома, но в результате застревают в тысячах верст от своего родного дома из-за действий жуликов и воров. Поэтому мы требуем строжайшего наказания для всех, кто изображен на тех баннерах. Мы требуем бюджетного финансирования до стройки всех объектов, а также в кратчайшие сроки решить нашу проблему. Изменилось ли что-то за прошедшие два месяца? Изменения произошли только в составе руководства ФРЖС. Возлагаем надежды на нового генерального директора Россейкина. Грамотный, в нашем понимании, человек. Надеемся, что он выберет более правильную стратегию для реализации строительства ЖК «Молодежный» для переселения 4-го и 11-го квартала. А вы уже получили достаточное количество документов, чтобы быть уверенным, что в ЖК «Молодежный» вам достаются квартиры взамен тех квартир, которые были обещаны в Миловском парке? Только устные подтверждения. Нету никаких... Соглашение не является каким-то законным актом, который гарантирует нам переселение, потому что оплату должен внести АВНИЗ групп, которые не планируют этого делать. Мы понимаем, что проблема является социальной и относится к людям, купившим квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Соответственно, мы считаем, что государство должно оказать нам поддержку через фонд по строительству, наш ФРЖС, с применением бюджетных средств, соответственно. И если будет у них возможность получить эти средства от группы компаний, имеющие отношение к нашему застройщику, Килстроинвесту, к АМНИСу и всех остальных их фирм. Чего вы ожидаете, скажем, в плане изменений именно от новой власти в республике? И чем в ваших ожиданиях эти действия будут отличаться от тех действий, которые были при Камитове? Мы просим разработать и внести предложение гостроям по инвестиции государством и решению проблем дольщиков 4 и 11 квартала. Мы ждем, что решение и подписание договоров произойдет летом 2019 года. То есть до лета вы готовы ждать только документов? Мы не ждем, мы действуем со своей стороны. Госстрой, позор! Госстрой, позор! Госстрой, позор! Госстрой, позор! Изменилось ли что-то в ситуации с вашим объектом проблемного строительства в последние два месяца? Нет, ничего не поменялось. Стройка как стояла, так и стоит. Чего вы ожидаете от новых властей? Каких изменений в подходах решения этой проблемы, если вы вообще ожидаете? Ну вообще, в первую очередь, мы бы хотели сменить застройщика, но эта процедура для нас подразумевает еще и предоставление ему компенсационного земельного участка. Но так как не выработан механизм предоставления компенсационного земельного участка, то смена застройщика, как правило, она само собой отпадает. Вот, в первую очередь, конечно, требование к властям выработать механизм предоставления компенсационного земельного участка для того, чтобы застройщику было интересно нас забрать. Вы полагаете, что если вот этот участок будет сформирован и сделан, то, ну, условия для его получения, то тогда найдется желающий достроить ваш объект? Я думаю, да, найдутся желающие. Сколько вы еще готовы ждать решения вашей проблемы? Ну, я думаю, не больше, чем полгода. Вторая структура, Государственный комитет по строительству и архитектуре, ГОССРОРБ. Вот где кладезь бездельников, любители писать отписки, что у них все хорошо, все контролируется. Я хочу в очередной раз отметить, что именно этот орган был уполномочен за реализацию государственной программы «Жилье для российской семьи». Именно он должен был контролировать эту программу. Именно этот орган должен был проверять застройщиков на целевое использование денежных средств. Как они это проверяли? Никак. Конкретно по нашему объекту. Не обнаружено ни целевого использования денежных средств. Что-то изменилось за последние два месяца с вашим объектом? Мы видим, периодически внутри девятого дома работают бригады из пяти человек. Но для того, чтобы сдать огромный дом, 316 квартир, пяти человек недостаточно. Периодически привозят материалы, делают теплотрассу. Обещали сдать седьмой дом. 5 декабря этого года должны были уже люди получить свои ключи. Гостроинадзор опять выписал много-много-много предписаний, чтобы устранили нарушения. У нас такое впечатление создается, что наша стройка не закончится никогда. Если не могут сдать самый маленький дом, девятиэтажный, трехподъездный, то представьте, что впереди еще 2099 квартир. Как остальные они собираются строить? Вы ожидаете каких-то изменений в подходах к решению этой проблемы от новых властей республики? А мы думаем, что нам не просто так поставили нового главу республики. Возможно, он более молодой, более динамичный. И, скорее всего, у него есть уже некий план, как решить проблему с дольщиками. К сожалению, новому главе досталось очень плохое наследие от предыдущего. То есть огромное количество недостроев. И все это решать ему. Мы просим, чтобы он лично принял нас, глав инициативных групп, для того, чтобы решить как-то проблемы. Мы же не хотим лишней раскрови. Если вы, разве мы, если получим свое жилье, будем мы дальше на нашего застройщика, как говорится, наезжать? Мы же не наезжаем просто так. Поймите, мы не просим бесплатное жилье. Мы отдали полтора, два, три, пять миллионов за свое жилье. Мы не просим, выделите нам на голом месте. Просто из бюджета мы просим, достройте. Вы же позволили нашим застройщикам обогатиться. У них, извините меня, бухты, килы, шикарные дома за рубежом. За чей счет это строят? Сколько вы готовы ждать в том состоянии, в котором сейчас находитесь, и когда ваше терпение кончится? А мое терпение уже давно кончилось. Мы хотим свою квартиру получить, допустим, 9-й дом, 10-й дом максимальной степени готовности. Это первый квартал следующего года. Хабиров, даешь радиоактивную стройку? Даешь! Ну и впоследствии мы требуем уголовной ответственности для чиновников. Требуем? Да! Изменилось ли что-то в ситуации в вашем объекте за последние два месяца? Ничего не изменилось. По факту ничего не изменилось. Самая главная проблема во властях, они не работают. Ожидаете каких-то изменений в подходах, вот решения этой проблемы от новой власти? Мы надеемся, можно сказать, мы просто надеемся на то, что новая власть все-таки как-то обратит внимание на проблему обманутых дольщиков и поможет нам получить наши квартиры, так как у нас вообще в баштуре комплекте три объекта брошенных. Это Баландино, это Инорс, Дуслык, это Иглино и Цветы Башкирии. То есть застройщик кинул три объекта, и нас более 450 человек. Поэтому нам нужна смена застройщиков, все мы считаем, и от властей самое главное. Должен быть выработан механизм действия передачи нас, новому застройщику, передачи земли. Понимаете? То есть они должны это сделать. Власть не работает. Сколько вы еще готовы ждать? Мы, в принципе, готовы забновить голодовку в очередной раз. То есть с нами будет Дуслык в этот раз и Баландино. То есть потому что уже ждать устали полгода максимум. Даем время полгода. Ворк должен сидеть в тюрьме! 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 В Уфе состоялся большой всереспубликанский митинг обманутых дольщиков. Он все еще идет у меня за спиной. Честно говоря, я приехал сюда оценить те изменения, которые произошли в сознании вот этих групп людей. Насколько они вообще есть, эти изменения, куда движется это движение и что они собираются делать. Ну, из того, что я увидел, я вижу, что, во-первых, конечно, не ослабевают надежды на новую власть в Башкирии. Из нового я отмечу, что практически все требуют бюджетного финансирования при решении проблем их недостроенных домов. Отдельно можно выделить, конечно, то, что дольщики настроены теперь уже крайне агрессивно в отношении застройщиков и требуют уголовного преследования. Весьма живописно. Тут и гробы выносили, и, значит, чучело повешено и так далее. То есть это, конечно, шутки шутками, но, как говорится, могут быть и дети. Потому что, если подобные перформансы не получат отклика у властей, то вполне возможно, что развитие ситуации может быть и катастрофическим, и трагическим. В общем, конечно, чувствуется, что люди доведены до края. Из наших вопросов, сколько времени у них еще есть подождать и сколько они готовы ждать, многие говорят, что они уже не готовы ждать. В общем, конечно, я думаю, что к весне, если власти Башкирии не предпримут кардинальных мер, проблема обманутых дольщиков превратится в основную проблему действующей власти в Республике Башкортостан. Перезимуем кое-как, но без бюджета мы никак. Продолжение следует...